Я считаю, что эти люди в прошлом делали много хорошего, благочестивых действий, су, критинат. Су означает очень, очень усиливающая представка, и крития означает творчество, действие, творение. То есть что-то они делали великолепное, сугричное, превосходное, полезное для других людей. Для живых существ, ну, есть разные масштабы сукрити, сукрити. И есть осознанная такая сукрити. Человек знает, делает это осознанно, знает что-то хорошо, и он делает что-то, потому что это хорошо. Для всех хорошо, и угодно Богу, так же он знает об этом, сукрити. И есть агьято сукрити. То есть он не знает что-то хорошо для Бога, для других людей, он не думает об этом, но он все равно делает хорошие вещи. Агьято, значит, неосознанно, не знает об этом. Сам даже не знает, делает хорошие вещи. Ну, обычно, агьято сукрити смешано с душкрити. Душкрити – это другая категория. Те, кто делают дурные вещи, они тоже делятся на две категории. Осознанные греховные действия и неосознанные греховные действия. Ну, и сегодня видим вот эти все примеры тех и других. Некоторые люди не знают, что это грех, не понимают, потому что так заведено в обществе, не рождаются в такой среде и принимают это как? За правильный образ жизни, мясоедение, интоксикации, азартные игры, незаконные сексуальные отношения. Для кого-то не являются в их понятии грехом. То есть душкрити. Ну, так живут люди. Такова культура. Что-то они скрывают в этой культуре, что-то они представляют на показ. Так живут все. Душкрити. И те, кто агьято душкрити, неосознанно совершают грехи, они называются невинные, невинные души. То есть не ведают, что творят. Они просто от неведения такие. Либо не знают другой жизни, подражая всем. Но при этом эти люди не удовлетворены, несчастны. Несчастны. И они, вот эти люди, агьято душкрити, они склонны изменять свою жизнь, изменить свою жизнь, если получат что-то, какое-то знание. Гьянов. Невинные люди. Пропада, он сказал, что сегодня в обществе, в мировом, 90% с лишним невинных людей. То есть они неосознанно грешат, не понимают, что это грех. Если им разъяснить, вот эти истинные бхагавадхиты, они, скорее всего, примут их. Скорее всего, примут. Это время благоприятное для распространения знаний духовных. Но есть агьято сукрити. От чего оно зависит? Как человек может неосознанно совершить что-то хорошее, не понимая этого? Ну, вот мы сегодня говорим о Санкиртане. Это один из примеров. Сильный агьято сукрити. Преданные на марафоне выходят, или просто выходят на улицу, или идут просто к людям, к соседям, предлагая книги, праупады, используя какую-то возможность. Где собираются люди, может быть, для других целей. Иногда преданные приходят туда, на какие-то собрания, или концерты, или что-то еще. Мы так делали. И они несут себе с собой книги праупады, и показывают людям. Коротко говорят, что это за книги, зачем, почему. Человек слушает, ничего не понимает. Какая-то йога. Что-то индийское. Это Кришна, да? Индийское что-то. Но так или иначе, он соглашается. Хорошо, хорошо. Я возьму эту книгу. Что-то должен я, да? Пожертвую я какую-то. Да, вот, возьмите. Я беру книгу. Он ее потом даже не читает. Просто как-то по простоте душевной, своей доброты, он покупил эту книгу. Значит, агьято сукрити. Купил священное писание. Не знаю даже толком, что это такое. Ирин открыл дома эту книгу. Посмотрел. Оф, я тут не разберусь. И другу саму говорит. Слушай, ты немножко философ. Посмотри, тебе понравится эта книга? Тут какая-то философия индийская сложная. На улице купил. Ну, я вряд ли буду читать, вряд ли разберусь в этом. Возьми. Да, просто дарю тебе. Еще одна агьято сукрити распространил. Не знает об этом, что он распространяет, так сознание Кришна понятия не имеет. Или просто он увидел Харинамы на улице, и при одной как сумасшедший там поют. Харе Кришна, 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 Харе Кришна Он не знает, что это в его жизни сыграет какую-то роль важную. Понятия не имею. Не намерен это сделать. Но получив агята сукрити, в чем заключается сукрити? Благо. Что это? Какие блага этой неосознанной деятельности? Пробуждается интерес. Он переходит из категории мудха, то есть глупого человека. Человек, который начинает задавать вопросы, интересоваться жизнью. Мудха означает, что он думает, что он сам все делает, он сам свою судьбу устроит. Он сам хозяин своей судьбы и жизни. Вимутха значит большой-большой глупец, большой сел. Несмотря на то, что все делает материальная природа, он думает, что это он действующий. Картагамы тима нет, и он думает так. Вот агята сукрити означает, что человек задумывается о жизни. Ведь есть судьба, должно быть. Я не могу все предопределить в своей жизни, построить, как я хочу. Всегда все случается как-то по-другому. Есть ли судьба в этой жизни? Есть ли такие законы? А если есть судьба, то кто контролирует такие законы сложной судьбой? Я вот слышал, есть астрология, люди могут видеть будущее. А недавно цыганка мне посмотрела на руку и сказала, о, у тебя в будущем то-то, то-то, то-то. Это откуда, как? Скажите, можете мне объяснить? Пробуждается интерес. Что когда у человека не пробуждается духовный интерес вообще к знаниям каким-то, к познанию себя, мира, он, как животное, проходит мимо этого всего и не обращает внимания. У него вопросов не возникает. Животные видят, что вот люди ездят на машинах, носят часы, украшения. Но они не вася уже украшения. Они видят, что это красиво жить. Но они не делают это. Они спрашивают, что это за предмет у вас на руке, это для чего. Но ребенок спросит. Папа, это что такое? Это хронометр часы. А зачем? А вот он время показывает. Вот если тебе нужно знать время, ты смотришь на хронометр, и вот сейчас почти три часа дня. Вот тут он показывает. Видишь, стрелка идет постоянно. А мне можно такой хронометр? У ребенка заложено агиято-сукрити, видите? Интерес. Потому что он видит и слышит. Это заложено от пруда в человеке. У животных не хватает агиято-сукрити. Но, тем не менее, они находят себе пищу каждый день. Это тоже запас благочестия, чтобы жить в определенной форме жизни. Этого достаточно для собаки, иметь хороший нюх. И она найдет каждый день себе свою пищу. Она так иначе устроена. Это тоже как бы ее благочестивая карма. Что она самостоятельно, самодостаточно может жить. Но человек для самодостаточности должен еще иметь пищу для разума и души. Ему недостаточно иметь просто пищу каждый день. Ему всегда чего-то не хватает. То есть у него интерес. Вот агиято-сукрити, она способствует духовному развитию, просветлению агиято-сукрити. Даже когда человек плохо думает о святых, он получает какую-то агиято-сукрити. Все равно он думает о святых. Даже когда он говорит, что Бога нет, и я против Бога, все равно он о Боге думает. Это тоже какое-то благочестие. Со знаком минус, но все же какое-то благочестие. Как одного, а ты спросили, он говорит, я борюсь против Бога. Говорит, если Бога не существует, то с кем ты борешься? Он задумался. Действительно. Я борюсь с тем, кто не существует. Странное явление. Значит, что-то существует, раз я борюсь с этим. В первых шести главах Бхагавадгиты говорилось о том, что живое существо — это не материя, а дух, вечная душа. И что оно может осознать свою духовную природу с помощью разных методов йоги. В конце шестой главы было ясно сказано, что тот, чей ум всегда сосредоточен на Кришне, другими словами, тот, кто обладает сознанием Кришны, находится на высшей ступени лестницы йоги. Это конец шестой главы, как раз, где говорилось о йоге, о баштангах йоги. Какая же йога, какой же йог, превыше всех, выше всех. Там говорилось об этом в последнем тексте. Что ж такое высшая ступень лестницы йоги? Только осредоточив ум на Кришне и никак иначе мы сможем постичь абсолютную истину в полной мере. Человек, познавший безличное Брамаджоти или Параматму, пребывающий в сердце, не обладает совершенным знанием об абсолютной истине. Его знание лишь частично. Полностью познать абсолютную истину значит познать Кришну, ибо человеку, обладающему сознанием Кришны, открываются все тайны духовной науки. То есть есть тайны духовной науки. Открываются они непосредственно личностью Бога. С его позволения при его личном участии. Этими тайнами обладает именно личность Бога. Таинственная личность, самая таинственная личность, самая непостижимая личность это личность Бога. И как Рупада он говорил, что если вы хотите узнать, что имеет ввиду Шекспир в своих произведениях, вы должны спросить Шекспира. Никого-то другого. Если вы будете думать, я думаю, что Шекспир сказал, то я имел ввиду другое, вы фантазируете. Если вы точно хотите знать, что я имел ввиду Шекспир, или Пушкин, или Достоевский, или Лев Толстой, то нужно обратиться непосредственно к автору, к источнику. Итак, если мы хотим узнать тайны мироздания, нужно спасить того, кто творил мироздание. Существует Творец. Или если мы хотим узнать о Боге что-то позитивное, мы не должны обращаться к атеистам, которые не относятся к нему позитивно. и отсюда рождаются эти вот сомнения, что человек получает информацию из неавторитетного источника. И беда в том, что люди уже получили неавторитетное знание. Во Франции учителя музыки обучают частные уроки. Я слышал, они им брали в 90-е годах пять франков за час урока. Пять франков за час урока. С того, кто никогда не занимался музыкой. Никогда. Не теперь касался музыкой. Пять франков за урок. За час. А с того, кто уже изучал музыку, 15 франков брали за час. Труднее обучать. То есть они уже получили какое-то образование, они уже думают, что что-то знают. И они начинают не соглашаться, спорить, утверждать свое представление о музыке, или у них уже есть свой стиль какой-то, но они еще дилетанты на самом деле. Вот преодолеть вот эту границу собственной учености значимости очень трудно. Очень трудно. То есть для этого нужен квалифицированный духовный учитель, чтобы человека именно как бы исправить, не воспитать и образовать, а исправить намного труднее. Мы относимся к этой категории, потому что мы уже получили образование материалистичное, с такими же убеждениями, в таком же духе, с такими же самскарами, с таким же рождением, то есть глубоко в нас находятся все эти впечатления, которые мы получили в семье, в школе, в институте, в обществе, на улице, в клубах, в кинотеатрах, в ресторанах, где мы только не были, в поездках за границу, занимаясь деятельностью работы, получая за это деньги, все это мы видели, все это отложилось как наша настоящая жизнь, настоящая, в глубине сердца мы чувствуем, что это не настоящая жизнь, потому что она не приносит мне такую удачу и счастье, но другой жизни я не вижу, мне приходится жить так, как я живу, испытывает это неудовлетворение, называется невинный человек, он живет неправильно, но он не знает, как жить правильно, и он страдает таким, неудовлетворенно, и эти люди, они ждут какой-то помощи, у них в сознании, в сердце есть вот это ожидание, что от кого-то должен получить что-то в этой жизни, я не должен прожить просто так, что-то должно случиться, важное в моей жизни, должен встретить кого-то или что-то, что изменит мою жизнь, улучшит мою жизнь, все хотят улучшить свою жизнь, все доедино, потрясающе, практически 90 с лишним процентов, люди готовы выслушивать что-то важное в своей жизни, которое им поможет, и конечно, современная наука такая сложная, современное образование такое сложное, они так сложно представляют этот мир, голову можно сломать вообще, чтобы изучить, скажем там, философию современную, или диалетический материализм, или, я не знаю, науку о бизнесе, или психологию современную, такие сейчас усложненные формулы вообще существуют, это только человек с большим интеллектом может понять, и когда человек так образовывается на таком сложном уровне, у него представление возникает, что знание это что-то сложное, сверхсложное, которое я не могу понять вообще, недостижимое для меня, они не могут принять в толк, что достаточно петь Харе Кришна, чтобы достичь совершенства, они не могут в это поверить, они получили вот это образование по химии, по физике, по математике, по менеджменту, по политологии, думают, боже мой, это тут нужны поколения, нужны века вперед, чтобы жить как-то установить нормально, знаете, нужны столько усилий, столько людей, столько смен поколений, открываем шахту, просто обращаешься к Богу, достигаешь совершенства, но у меня сукрити не хватает, я не могу обратиться к Богу, искренне, мне легче разговаривать с деревом, и то меня сумасшедшим посчитают, чем с Богом, есть люди, кто с деревьями общаются, с Богом не могут, с собаками общаются, с кошками общаются, понимают друг друга, с кем только не общаются, с иностранцами общаются, с Богом не могут общаться, и интересно, что когда человек не может с Богом общаться, он теряет на одну интересную способность, и самую важную, общаться с самим собой, находить ответы в собственном сердце, что Бог находится именно там, они могут понять себя, такой круг общения, целый мир, ну так все сложно, ведь только потому, что ты себя не знаешь, вот и все, вот в чем сложность, а в чем сложность, все же очень просто, вот Харе Кришна, вот Прасад, вот регулирующие принципы, в чем сложность, да, но я думаю, то, я думаю, это, для меня это непростая вещь, мне нужно разобраться, сколько жизней, будешь разбираться, пять минут, хватит, правопадгарстить разумен, но у меня нет агята сукрития, нет такого разума, нет даже интереса к этому, я говорю только, сколько проблем, а вы слушаете какие-то советы, не хочу, а проблемам буду говорить, сколько угодно, говорить о проблемах, и все сразу начнут слушать, говорить о решении проблем, как все просто, никто не понимает, потрясающая культура, эта глава называется «Знание Абсолюта», сомнения уйдут, когда мы обретем уже знания, не осознанные какие-то хорошие вещи, а осмысленно, и даже в практике сознания Кришны требуются годы, чтобы ум очистить от предыдущих ложных самскар, которые мы выучили, которые проникли еще с пятилетним возрастом в наше сердце и разумом. До сих пор люди считают, что жизнь произошла случайно в этом мире. Случайно. Они не могут представить, что душа вечна. До сих пор они не могут принять вот эту концепцию вечности души, не могут осмыслить, потому что им не давали таких самскар в сердце, радости. Они не получили радости от слова «вечная душа». Хотя формула красивая. Вечная душа – это же красиво. Это же здорово. Но они им говорили о душе не с радостью, а с завистью. Бога нет, души нет. Вечность есть, души нет. Вечность и есть душа. Вечность и есть душа. Покажите вечность в материальном мире. Вы не увидите ее, но все знают, что она существует. Мир вечен. Вот эта вечность описывается, это есть душа, ее первый аспект познания – сад. Вот она. И если вы не радуетесь этому, вы завистник перед Богом. Если вы принимаете ложные концепции, вы обречаете внимание, что временные вещи истинны на самом деле. Я знаю, что не временные, но это истина. Но кому приносит радость временная истина? Люди живут, опираясь на временные истины, но они испытывают счастье при этом. Парадокс. А потому что они вложили в эту веру искусственно. Искусственно. Вот это называется современное образование, это искусственное образование. Никто не объясняет, кто вы на самом деле. Правопад говорит, что даже большие ученые у мы сегодня не могут ответить на этот вопрос, кто он, этот ученый, кто я, спросите его. Он академик. Он лауреат премий. Он лауреат нобелевских премий. Высшие награды. В человеческом обществе. Высшая оценка. Но кто я? Он не знает об этом ничего. Он остается на уровне животного, это сознание. С развитым интеллектом. Так пропадает оценка. Что есть маленькое животное, есть большое животное. Маленький осел, большой осел. И много маленьких ослов расправляют одного большого осла. Вот пропад такие примеры давал нам, чтобы встряхнуть наш разум вообще. Чтобы мы не сбивались в толку этими концепциями, сложными концепциями. На основе все очень просто. А сознание Бога начинается с пищи. Очень просто. Почитайте Бхагавадгиту. Есть различные веры, учения. Хорошо. Они в разных гонах природы. Они по-разному понимают конечную цель. Да, там сложно разобраться. А можно без учений понять человека? Не спрашивая о каких-то учениях, о его смыслах. Он может сам не знать об этом ничего. Как понять? По пище, говорится. Очень просто. На всякого мудреца довольно простоты, говорится. Какую пищу он есть? В какой гуне пища? В такой гуне его сознание. Очень просто все. С кем общается, от того и набирается. Тоже можно судить. Кто твой друг? Скажи. Я скажу, кто ты. Если твой друг собака, то кто же ты? Пропаду, что он приехал в западный мир и увидел, что там дружат с собаками. Все любят собак. Бога не любят, собак любят. Если твой друг стал собакой, лучший друг, то кто же ты? Такие примеры. Все очень просто. Начинается с осознания пищи. Так. Так, так. Мы видим, тут вот большое сопротивление. Не все готовы изменить свой рацион питания. Не все. Это тяжелый случай. Я помню, стал повторять мантру уже 16 кругов. Соблюдаю все регулирующие принципы. Представьте, все четыре. Строго. Но у меня была самскара. Неосознанная абсолютно. Всякий раз после суточной работы я шел пешком домой. В Ленинграде. В Ленинграде. Была кофе с молоком. Все как надо. Через месяц практики и регулирующих принципов. Месяц, представьте себе. Я был убежден, что соблюдаю все регулирующие принципы. Через месяц я беру эту полосочку. Кофе. Делаю глоток. И вдруг осознаю, что я пью кофе. Что я нарушаю регулирующий принцип. Я был в шоке вообще. Как я этого не понимал? Я же знал четыре принципа. Все происходило неосознанно. Привычка вторая натура. Мы привыкли так думать. Мы привыкли видеть Землю не географически, а политически. Есть такие люди сегодня, которые смеются над политиками таким образом. Кто вам сказал, что Земля называется Америка? Где написано, что это Америка? Вот показывает фотографию. Где вы видите Америку? Вы не сможете сказать, что это Америка или что-то еще. Просто Земля и все. Почему Америка? А это у нас Алтай. Где написано, что это Алтай? Просто гора стоит и все. И люди встряхиваются. Оказывается, можно посмотреть и по-другому на все это устройство. Не как мы это делим и называем, а как-то по-другому. С точки зрения просто факта. Космонавты, которые взлетали на орбиту, то же самое, они прилетали оттуда в шоке. И говорили, планета одна на всех оказывается. Мы думали, что есть Советский Союз, Америка нет. А планета одна, и мы живем на одной земле. Там границ не видно оттуда. Там нет границ. И действительно, птицы летают куда хотят, через границу прям без виз. Декларации не заполняют, язык не изучают. Мы на одной границе стояли, не знаю, несколько часов на машине. Это в Молдавии. Несколько часов нужно было стоять. И там все эти проверки, нервотрепка, документы. На вас смотрят, как на... Подозревают любого, конечно. И вы там стоите, виноваты уже. В очереди. И собака бегает. Туда за границу, сюда за границу, туда, там кормят, там кормят. Никто не замечает ее вообще. Прямо на глазах все происходит, люди ничего не понимают. Жизнь означает свобода. А как мы потеряли свободу? А мы сомневаемся. В истине. Поэтому мы должны установить свою истину. А что значит своя истина? У меня своя истина, у вас своя истина. Надо границу сделать между этими истинами. Вы знаете, они как-то не сочетаются, эти две истины. Вот так появляются границы. Очень прощенный пример. И жизнь становится сложной. Очень сложной. Уже есть в природе вещей границы. Естественные границы. Например, Чукотка. Там люди живут. Знаете об этом? В вечной мерзлоте. Границы открыты. Можете переживать куда угодно. Не уедут. Природа тоже нам даёт естественные границы. Мы любим свой край. А если не любим свой край? Нужны границы. Если мы теряем любовь. Если мы сомневаемся в истине. Если мы не осознаем единство мира, тогда нужно вот это искусственное устройство. Нужно образование, воспитание. Нужна контроль. Что всё так сложно становится. Как жить в мире? Сейчас никто не знает. А только всё потому, что усомнились в простых вещах. В простой истине. Что имя Бога и сам Бог одно и то же. Очень просто. Как мне докажете при помощи физики, террихимии? Можете мне показать какой-то эксперимент, что в пробирке показали Бога потом? Вот он, видите, явился. Не тот метод пропад, говорит. Это невозможно. Вы не сможете таким путём агностиков, эмпириков увидеть Бога. Вы не можете заставить и при помощи какого-то эксперимента проявиться. И они говорят, а кто видел Бога? Да, пропадает, а у вас глаза есть? Глаза нужны соответствующие сначала. Нужны глаза обрести. У вас на глазах катаракта. Смотрите, вы ничего не видите. Надо снять катаракт. Вам к доктору нужно идти сначала. А вы бросаете вызов с таким зрением и говорите, а кто видел Бога? Я не видел Бога. Да ты, собственно, носа не видишь. Мы вообще ничего не видим толком. Сидя в этом помещении, что мы видим? Нам кажется, что мы всё видим. Да ничего мы не видим. Уже за этой стеной мы ничего не видим. Но настолько мы ограничены в своём как бы вот воплощении. Но подумать только. Одного священника, который занимался врачеванием, его посадили в лагерь за веру. И там его допрашивали, мучили и спрашивали, где ты видел Бога вообще? Зачем ты распространяешься эти идеи о Боге? Ты ещё учёный, ты на людей влияешь. Начинают верить в Бога. Кто видел Бога вообще? Я говорю, я нейрохирург. Я много раз вскрывал череп людей, чтобы сделать операции на мозг. Когда я вскрывал эту коробку черепную, я там не видел ума. И разума. Как вы хотите увидеть Бога? Мы уже эфир не видим, думаю, пустота. Вот эта концепция. Из пустоты всё появилось. Мы не видим эфир, мы не видим, мы не воспринимаем его. Мы не видим ум, не видим разум, не видим ложное эго, мы не видим душу, не видим Бога. Мы видим материю в её четырёх лишь проявлениях. Земля, вода, огонь, воздух. Эфир уже, воздух уже не видим. В трёх. Земля, вода, огонь видим. Уже воздух не видим. Ну, осязаем, доказываемся, воздух есть. Всё-таки. А эфир даже не осязаем. И даже по слуху не сразу понимаем, что это эфир. Хотя звук представляет эфир в этом мире. Даже это и трудно объяснить современным физикам многим. Что эфир — это не пустота, а это материя, это состояние материи. Это такая же материя, как земля, вода, огонь и воздух. То же самое, только в другом виде. Вы можете представить, что земля и вода — это одна и та же субстанция? Даже это нам трудно понять. Ну, а эти химики, эти физики, они внедрились в эти молекулы. Атомы говорят, нет, 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 смотрите, это всё ядро атома, электроны, молекулы. Да, это одно и то же. Материал строительный один и тот же. Атом. Атом. Материал строительный тот же самый. Значит, между водой, землёй, воздухом и огнём. Разницы нет. Различность состояния атома. А эфир что такое? Это что, атом? Это поле, они говорят. Они там не видят частицы. Они знают, что частицы — это часть эфира. Частица, часть эфира. Неотъемлемая часть эфира. Вот это они не знают. Из эфира можно получить всё что угодно. Именно из эфира проявляются все остальные материальные элементы. Из эфира. Из пустоты, так сказать. Некоторые йоги, они поражают воображение. А вот людей совершенно невинных, глупых, они берут из пустоты какой-то, материализуют предмет дорогой. Люди, вау, это Бог. Нет, это просто некое знание мистическое. Просто немножко выше знаний, и всё. Если я могу из пустоты делать золотые монеты, то зачем работать? Если всё есть в эфире, то почему так много усилий? Потому что главная составляющая эфира, включающая эфир — это звук. И вот на это нужно обратить особое внимание. Какой звук творит материю, а какой звук разрушает материю. Звук творит всё. То, что мы говорим, то мы и думаем. Смотрите. По звуку формируется умонострение. Умонострение создаёт характер тела. И деятельность тела зависит от характера. То есть со звука формируется всё постепенно. И привычки, и образы, и знания. Всё передается по вибрации звука. И есть звук, который разрушает все эти материальные стереотипы ложные. Это звук апракрита, то есть трансцендентный звук. Это имя Бога. Всё очень просто. Но пока мы не услышим какие-то научные подоплёки к этому, или близкие к научным подоплёке, нам трудно это воспринять серьёзно. Без сомнений. Даже повторяя имя Бога, мы всё ещё продолжаем сомневаться. Но сомневающая душа, которая повторяет имя Бога без веры, она не достигает успеха. Ашрадатана Пуруша, говорится, без веры невозможен прогресс. Невозможно прогресс. Или как эту веру обрести? Мы общаемся с теми, кто обладает уже этой верой. Всё очень быстро происходит и просто. Кажется, недостижимо. Как это доказать-то, как это поверить? Это невозможно. Нет, идите общайтесь не с собаками, а с преданными. И сразу получаете веру, сразу, мгновенно можете ощутить, да, 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 всё просто. Просто освященная пища, просто святые имена, просто знания получаете изначально от Бога, не от кого-то ещё, не от атеистов, не от кого-то вот этих учителей, которые сами ничего не знают о себе. Не от учёных, а от Бога. Вот, есть источники. Не сомневайтесь в этом. Сомнения порождают лицемерие. Внешне я верующий, но внутри я материалист. Это ложь. Это ложь, описывается. Баговодитик говорит, если внешне человек отрекается от объектов чувств внешне, чтобы выглядеть святым, внешне он себя, ну, в уме он думает об этом. Кто? Обманщик. Написано в этом. Лицемер. И мы видим, сколько нам нужно усилий, чтобы стать честными людьми внутри себя. В мире мы уже честные люди, да? Все знают. Мы знаем эти законы, мы пытаемся жить по этим законам. Как быть честным. Но внутри себя, чтобы стать честным, оказывается, какая большая работа. Как это трудно. Бороться со своим собственным невежеством, с сомнениями, когда уже всё доказано, уже есть примеры, и всё же трудно встать на этот путь полностью, предаться Кришне. Без сомнений. На всякий случай я ещё останусь атеистом. Мало ли что. Вдруг окажется, что всё-таки Бога нет. Я хочу, чтобы Он был, да, но всякое бывает. А вдруг? Одного атеиста я спросил однажды, вы что, не верите в Бога? Разговор зашёл. Говорит, я не скажу, что не верю в Бога. Нет. Что вдруг Он есть. На всякий случай я не буду это говорить. Нет, нет. Такие умные люди, знаете. И они в моде сегодня, такие люди, понимаете? Они говорят и во всём сомневаются, даже в том, что не говорят, сомневаются, это модно. Сомневаешься, человек сегодня в моде? Я вам скажу вот так. Ну и в этом я тоже сомневаюсь. О, какой вы потрясающий человек. Вы во всём сомневаетесь, что говорите, всё во всём, что слышите. Это потрясающая личность вообще передавая. Я верю, да ты сектант. Ты же секта. Веришь там. Не сомневаешься? Нет, ну ты фанатик. Сектант настоящий. Ну, радостный, конечно, ну сектант. Счастливее меня, но всё равно сектант. И здоровее меня, но всё равно сектант. И знаний у тебя огромное количество, но всё равно сектант. Одно слово, не только секта. Хотя тут такая наука великая, культура великая, кухня великая, музыка великая какая. Всё великое. Ну, велика, но секта. А мы не велики, мы страдаем, но мы настоящие. Вот мы люди, мы страдаем. Вот она, наша гордость. И не просто же мы страдаем. И кто больше страдает, тот лучше всех. Сумасшедший народ. Пропада развивалась, все сомнения развивались. Мы слушаем его лекции внимательно. Это происходит с каждым человеком. Невинным. Очень быстро сомнения уходят, пока мы слушаем Пропада. Вот этот момент нужно уловить в себя. Вот прямо сейчас. Раз, нет сомнений у меня. Что нужно делать? Иди проповедовать. Не пойдешь проповедовать, вернуться в сомнение снова. А они имеют природу хищника. Знаете, как тигр охотится? Сразу не нападает. К вам подходит, просто вот так и смотрит. Он проверяет. Он очень опытный убийца. Самый опытный природный убийца. Это тигр. И пума еще. Самый коварный из хищника. Он все равно может не броситься. Он подойдет и будет смотреть вам в глаза. И вы тоже в глаза смотрите. Его нужно выдержать в этот момент. Потом он уйдет. Не спешите отдыхать. Он абсолютно бесшумно. Сойдет со спины сейчас. Он продолжает охотиться. Он не прекратит. Это его природа. Нужно знать повадки материальной природы. Сомнения материальные. Они всегда возвращаются с неожиданной стороны. Какая сегодня была лекция о Кришне. Я буду повторять. Говорит Кришна. Прихожу домой. А мне говорят. А ты знаешь, что я в интернате увидел? Секта тоталитарная. Вау. И тигр меня. Терег разглотка. Паймал. Ну кого вы слушаете? Неужели непонятно. Вы слушаете людей, которые не обладают духовным знанием? Слушайте, средства массовой информации. Что они дают вам? Одни беспокойства. Вы думаете, они реальность отражают? Нет. Все, что они отражают, это нереальность. Это низшая губна природы. Это низшая реальность. Это самое примитивное представление о жизни. Один человек убил другого человека. И сразу все говорят об этом. Вот этот человек убил. Вот фотографию, как он убил. Вот следствие. Все подробно. Все хотят знать об этом. Это считается знанием сегодня тоже. Идите в лес, посмотрите. Там едят друг друга животные. Каждый день. Расскажите об этом, рассказывайте. Анализируйте. Это же глупо выглядеть. Что животный уровень. Нас потрясает то, что в мире людей это происходит. Да, это потрясает. Но в чем опасность? Нас потрясло. Мы услышали, поинтересовались. Да, да, да. Как это все ужасно. А что потом? Потом майя приходит в том же качестве, но уже в духе наслаждения. И нам уже нравятся такие новости. Нам нравится наблюдать насилие, преступления, жизнь проституток. Подробно, на экране, как они это делают. Как эти бандиты применяют оружие, как они убивают друг друга. Это начинает доставить наслаждение, счастье. Ни шагу. Это реальность. Это можно назвать реальной жизнью. События реальны. Но жизнь, проживая внутри, нереальна. Она демоническая жизнь. Это искаженная, извращенная жизнь. Бессмыслица. В невежестве полном. Человек не должен наслаждаться такими низкими гунами природы. Должен осознать высшие вибрации, чистейшие вибрации. Заниматься йогой надо так, как предписано в последнем стихе шестой главы Бхагавадгиты. Средоточиться на Кришне, Верховном Господе. Можно только преданно служать Ему. Неслить полностью. Непреживно, только в преданном служении. Это возможно. А так, на минуты, на секунды. Это умозрительно. Преданное служение Господу состоит из девяти видов. Первым и самым важным из которых является Шраваном. Вот почему Господь говорит здесь, Аджунин. Тач-шрину. Эту вот фразу пропаду выделяет из стиха. Слушай меня, тач-шрину. Очень важно, очень важно. Мы применяем эту фразу, когда хотим над кем-то доминировать. Слушай меня. Меня слушай. Помолчи, меня послушай. Тач-шрину. Тач-шрину. Это Бог говорит. Это Его фраза. Это не наша фраза. Мы должны говорить не так. Послушай Бога. Не меня. Бог говорит, мне Его нужно слушать. Послушай Бога. Что Он говорит, Бог говорит. Вот мы должны общаться с этим миром. Не та-шрину мы должны говорить про себя. Это Кришна может сказать. А мы говорим, послушай, что говорит Бог. Послушай, что говорят святые, что говорят учителя. Вот как правильно ответить. слушай меня, это демоническое извращенное сознание. Делай, как я сказал, слушай меня, замолчи, я тебя сейчас убью вообще, ты меня не слушаешь. Но если мы говорим шри Бхагавану Вача, и сразу все начинают слушать, что же скажет Бог? Естественным образом, если мы сознаем это, шри Бхагавану Вача, значение, если мы сознаем, сразу все сосредоточатся, преданные такие. Если мы говорим Прабхупад сказал и все. Готовы слушать? Прабхупад сказал. Если кто-то говорит, я скажу сейчас, тут это не пройдет. В общественной предыдущей этот номер не пройдет. Никто это слушать не будет. Нет наставника более великого, чем Кришна, поэтому тот, кто слушает его, получает редчайшую возможность обрести совершенное сознание Кришны. Духовное знание надо получать либо от самого Кришны, либо от его чистого преданного, а не от мирской выскочки, кичащегося своей образованностью. Процесс постижения Кришны, верховной личности Бога, абсолютно истинно описан во второй главе первой песня с ним от Бхагаватом. Знаешь таки, здесь прям приводится вот много стихов. Слушание повествования о Кришне изложенных ведических писаниях или слов самого Кришны в Бхагава Абьити само по себе праведно. Видите, что такое Агьято Сукрити? Просто слушайте о Кришне. Накапливается Агьято Сукрити. Просто. Видите-ка, все просто. Что-то сложного. Агьято Сукрити не то, что нужно рыть колодцы, сейчас сажать деревья, там много чего сделать, там благотворительности. Как это сложно сегодня найти средство для такой деятельности и организовать ее. Чего-то очень трудно. Опять кажется, все слишком трудно, слишком сложно. Вы духовную нам жизнь предлагаете, но она невыполнима. Да, вот, слушайте и все. Не можете сами повторять, слушайте уже Агьято Сукрити. Само по себе тоже праведное действие, если мы слушаем о Боге. Не о себе, не о каком-то другом, а о Боге. Пунья Шравана Киртана. Пунья означает благочестие. Что же такое благочестие? Шравана Киртана. Слушание и повторение о Боге. Это высшая благотворительная деятельность. Очень просто. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем, очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждается духовное знание. Продолжая слушать о Кришне от преданных и читающим от Бхагаватам, человек утверждается на пути служения Господу. Совершенствуясь преданным служением, он выходит из-под влияния гунт страсти и невежества, и таким образом постепенно избавляется от вожделения и жадности. Избавляется. Просто слушая. Как это возможно? От вожделения? Да никто не свободен от вожделения. Да нет. И на высших планетах, и от самых примитивных форм жизни, до самых высших, все власти вожделения Кабы, каждый живут. А тут что говорится? Просто слушая о Кришне, он забавляется от этого всего. Это Священное Писание. Мы бы не смогли додуматься до такого. Кто бы мог такое представить вообще? Очистившись от этой скверны, он достигает уровня чистой благости и, черпя радость в преданном служении, постигает науку о Боге во всех ее аспектах. Во всех. Так. Бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей в сердце человека. И тогда он сразу избавляется от всех сомнений асам-шаям-самаграмм и постигает высшую абсолютно истину Личность Бога. Пагаватам 1.2.17.21. Цитаты. Избавляется от всех сомнений, просто слушая о Боге. Итак, постичь науку о Кришне можно только слушая слова Кришны или его преданного, обладающего сознанием Кришны. Мы прочитали комментарий к этому тексту. 7.1. Бхагавдита, как она есть. Пожалуйста, будут ли вопросы? Спасибо за прекрасную лекцию. Господь Читания говорит, что Ихан-тахан То есть, в духовном мире там прямый плод растет. Тогда, как здесь Ихан Мали Сечен Нитте Шравана Диджал Человек должен поливать это семя Шраваны а водой слушание и повторение. Это одновременно происходит или как-то сперва здесь льет, а через какое-то время или это все происходит как все вместе. Прямо существует вечно в духовном мире. Понятно. Уже сейчас. Существует как все вечное. Это наша вечная среда. Откуда мы родом, так сказать, да? Мы родом от любви. От премы. Но когда речь идет о земном уровне существования, эта према трансформируется соприкосновенность со страстью в каму. Здесь мы видим плод камы. Значит, ребенок, рожденный от мужчины и женщины, это плод камы. Плод сексуальных отношений. Что теперь нужно? Так рождаются животные и так рождаются люди. Одинаково все в невежестве рождаются. И что ребенок рожденный от человека и детеныши рожденные от животного, они одинаково в невежестве. Нет ни языка, нет ни культуры, нет ни раздельной речи, ничего этого нет. Теперь в честной форме жизни мы должны культировать сознание, развивать это сознание. И необходимо семя заложить туда, вот на эту почву человеческого разума и человеческой природы. Что человек может сделать? Почва это как бы его материальное существование, но почву нужно поддерживать в хорошем состоянии, поливать. Это его членораздельная речь и его разум. Он должен знать, какие слова произносить и как произносить. Вот и все, все образование будет. Отсюда уже сходит, что он будет делать, что он будет думать и какой будет результат. Просто обучают словам, речи, значениям слов и показываются, вот эти слова нужно говорить, эти слова не нужно говорить. Есть такие вещи, которые не нужно касаться вообще. У них тоже есть название, у них тоже есть слова. Вот это не нужно трогать, не нужно чрезмерно возбуждать гениталии, не нужно чрезмерно заполнять свой желудок, нужно болтать, глупости, культура, культура контроля чувств. Вот это называется, это семя, бхакти, он получает самскару от духовного учителя, как и все самскары, их 16 самскар он получит в течение жизни человека, чтобы жизнь очистить свою. с рождения до смерти есть 16 самскар. Одна из них это посвящение, инициация. Ваха-ягья также это самскара, прием первых зерновых тоже самскара, когда он просад впервые получает зерновой, на всю жизнь самскар закладывается, когда отрезание волос первых самскара и другие, 16 существует. Мы не получили этих 16 самскар, но мы получили дикшу. Дикш означает закладывается в себе бах-челата-биджа самскара семя, как семя, это самскару, это духовное семя, впечатление духовно-реальное закладывается в сердце, и теперь мы должны при помощи речи поливать этот росток. Имена Бога мы произносим и прекращаем греховную деятельность телесную. И наша кама превращается прямо. Так же, как она превратилась в каму прямо, из кам можно снова обратить ее прямо. Спасибо. Еще один вопрос. Нарадамуни говорит, что гопи обрели любовь благодаря каме, да? Гопая кама. двести от камса благодаря ненависти. Потом в речне сам бандат благодаря родственным отношениям в речне. пандат пандат благодаря снехи и бахт в в в в в в в То есть вот эти пять методов обретения любви. Но дальше Нарада Муни говорит, что То есть любой, кто не как только лишь царь Вена, на Вена сяд, Пурушам, Пурушам, Кришне Пурушам Прати, по направлению, А, Панчана Пурушам Прати. И любой, кто эти пять методов направляет к Кришне, Пурушам, Панчанам, пять этих методов, Тасматкина Пиупаина, монах Кришна Невешет, да? То есть так или иначе занять свой ум этими пяти методами. Что такое, что в общем натворил царь Вена, что даже он не мог получить? А чем отличается царь Вена? Он себя поставил на место Бога. А не отличается от других. Он себя поставил на место Бога. А когда к нему пришли браманы и сказали, что ты должен людей занимать служением Богу, не себе, от имени Бога действовать, не от своего имени, он очень разгнился и сказал, вы едите мой хлеб, я ваш царь, я вас кормлю, я вас обеспечиваю, я вас защищаю. И вы мне такие вещи говорите? Вы знаете, что тело царя, листоверясь от всех полубогов, верховная личность Бога? Я Бог на земле. И вот это не могли услышать браманы. Они упрокли после этого. Даже Хероника Шипуни говорил, что он Бог. Он понимал, что Бог есть. Он с ним соперничал. И Камса тоже ждал Кришну, чтобы убить его. Он соперничал с ним. Но царь Веном был исключением. Видите, он уже себя взомнил Богом. И был проклят браманами. Такого святотаса-то никто не мог выдержать. То есть это Майевада. Все, кто угодно мог Кришне приблизиться, кроме Майевади. Есть анекдот. Я его слышал, знаете, где? Это в Осетии. В Осетии там такие кшатрии, да? Потомственные, природные. У них есть такой анекдот. Он видический анекдот. Но он стал осетинским тоже. Священник один молился Богу. Обряды совершал там для людей. Молился за людей. И был охотник один. Который ненавидел Бога. Он ходил, значит, по полям с ружьем. Где этот Бог вообще? Вот если я его вижу, сразу застрелю. Вот искал его. Где он? Я вот сразу застрелю. Настал день смерти обоих. И священника, и этого охотника. И священника, значит, в ад волоку, а охотника в рай. Ну и священник, он первый возмутился. Как так? Я тут всю жизнь Богу служил. И тут обряды проводил. А он тебя хотел убить вообще. И ты его в рай. Говорит, нет, ты не служил мне. Ты просто бизнес делал. Ты работу выполнял. Ты обо мне не думал. Ты в меня не верил вообще. Ты в обряды верил. Ты пойдешь вот сейчас очищаться. Охотник, говорит, верил в меня. Искал меня, говорит. Всю жизнь. Пойдет в рай, говорит. Таков Кришна. Кришна. Спасибо большое за лекцию. Вот такой вопрос по благочестию. Правильно я понимаю, что прямая зависимость между уровнем благочестия и уровнем преданности, который выражается в 26 качествах. То есть больше благочестия, значит, больше уровень преданности. Если там нет... Нет, не всегда. Это имеет значение, благочестие. Это важно. Важно. Но не всегда. Бывает, грешники предаются Богу быстрее, чем праведники. Это вопрос только желания, говорят очарии. Даже не благочестия. В Бхагаве, видите, в 13 главе это подтверждается. Там описывается, это она как бы сложная философия, да? Если философски все это описывать. Сложная. Там говорится, что есть такая категория людей, они по простоте душевной освобождаются из этого мира. Не философы. Слушай, верь авторитетам. У них нет достаточно заслуг, способности, чтобы понимать философию, скажем, разбираться такого благочестия нет в неё. Но они верят в авторитеты. Говорят, вот это Прабхупада, посмотрят чария, то-то, то-то. Они вот всё его слушают и всё. Освобождаются. Всего совершенства. Один ученик Прабхупада говорил ему, когда Прабхупада сказал, что должен был, чтобы прийти к воспеванию святых имён, нужно столько благочестия накопить. Чтобы заниматься предназлужением, нужно столько благочестия накопить. Аскет совершить, шастры изучить и прочее, прочее, прочее. Вот ученик слушает Прабхупада, но я не сделал ничего хорошего в жизни. Ничего благочестивого. Я вообще хиппи. Я наркоман. От меня отвергли семья вообще, общество. Нет никаких заслуг. Но почему я повторяю вместе с вами Харе Кришну? Я не знаю веды. Никаких эскетств не совершал, ничего. У меня нет никакого благочестия. Так почему же я вместе с вами сейчас повторяю святое имя? Чтобы сказать, я создал твое благочестие. Ты мне поверил, вот и всё. Ты просто мне поверил, вот и всё, что произошло. Так же у христиан точно такой же метод. Они говорят, поверьте в Иисуса и будете спасены. Вы грешники. Ну поверьте в Иисуса и всё. Но трудно поверить в того, кого мы не знаем сегодня. Мы не знаем многое об Иисусе. Вот в чём дело. Мы даже знаем, откуда Он пришёл. Мы не всё знаем. Не так-то просто, оказывается, поверить современным людям в Иисусе. Если Он исцелял людей, то сейчас есть такие целители тоже, похожие на Него. Как будто бы. Люди запутанные. Поэтому они не верят, они сомневаются во всём. Видите? Не сомневаешься, простой человек достигает совершенства. Сомневаешься, умный человек не достигает совершенства. Спасибо большое за лекцию. Тут вопрос с Ютуба. Из трансляции. Почему, если не проповедовать, то сомнения вернутся снова? Это звучит очень странно. Будто бы человеку необходимо убеждать кого-то, чтобы самому убедиться. А без этого он не уверен? Можно, да, уточнить этот момент. Если не проповедовать. Если мы не говорим о Боге, то о чём будем говорить? Вопрос. Вот ещё вопрос. Сможете ли Вы просто молчать? Вы не сможете молчать. Если даже Вы язык захотите молчать, ум будет говорить. То есть молчание сегодня вряд ли достижимо современным йогом. Но полное молчание. В уме нужно тоже молчать. Остановить нужно ум. Поэтому говорится, что эта искусственная практика очень сложна, йогическая. Остановить деятельность чувств очень сложно. Это искусственно. Не лучше ли занять свой язык, когда мы говорим о Кришне? Когда проповедуете, через Вас проходит Кришна сам, через Ваш язык. А когда не проповедуете, ум будет нам проповедовать. Ум будет проповедовать. Свои навязывать оценки. Неминуемо. Это в контексте проповеди было сказано. Есть и другие виды служения. Не только прямая проповедь. Есть служение божествам, допустим. Можно служить на кухне, готовить просад, распространять просад. Есть много видов деятельности. Но все это делается для того, чтобы распространять духовные знания. Все связано с этим принципом. Отлично. Спасибо большое за лекцию. У меня вот такой вопрос. Время лекции возник, потому что Вы говорили, то есть до этого я в Вашей лекции слышала то, что сомнение — это функция разума. И наоборот таки в жизни я часто вижу, что очень богочестивые люди, они часто сомневаются. При этом в то время, как наоборот демоны, они очень уверены в себе. Даже если они делают что-то плохое, они с большой решимостью, уверенностью это делают. И отсюда у меня вопрос, что вроде как наоборот же сомневаться — это хорошо. Это хорошо, пока не препятствует духовному развитию. Все хорошо в меру, да? В меру, говорится. Сомнения тоже имеют разумное применение в нашей жизни, разумную меру. Глупо принимать все слепо. Глупо считается, неразумно. Вас могут обмануть много раз, таким образом. Но и глупо отвергать, не изучив. Вот о чем речь идет. Сомневающиеся души даже не изучают этот предмет. Вот это проблема. Это неразумно. Это отсутствие разума. Если речь идет о душе, о вечности души, о таких ценностях, о достижении вечной жизни, об освобождении от материальных страданий, от рождения смерти, о любви к Богу, такие ценности, ну хотя проверьте это. Хотя бы заинтересуйтесь этим. Так, люди, которые уверены в том, что они все знают, ну там как бы уверены, не важно, что это, скорее всего, даже не преданные. И когда они сталкиваются с преданными или с этими знаниями, они как раз таки отвергают, потому что они уверены, что они живут правильно. Людей, которых хватает богочестия соприкоснуться с знанием Кришны, то они долго сомневаются, а правильно ли они до этого жили, и поэтому принимают. То есть я так видела, ну, видела и так и вижу. Люди не принимают Кришну не потому, что они уверены в своей правоте, а потому, что они душ кретина. Душ кретина. Это в гитебе. Четыре категории людей, которые к Богу не обращаются, называются душ кретина. У них запас греховной деятельности не дает им возможности заинтересоваться этим предметом. Даже эти успешные люди, которые считают, что у них должно быть все правильно, они должны признать, должны признать, что жизнь временна, их ценности временны, а душа вечна. Как же они могут быть уверены, что они правильно живут? Как они могут, если они услышат такие вещи, почему они утверждают, что они живут правильно во временных ценностях? Это душ кретина, поймите. Это люди, которые сознательно отвергают ценности духовные. Нет вечной жизни, они трясают вечность. Ученые доказали, что вечность существует. Просто не знают, что это такое. Но она существует. Вся энергия, любая она вечна. Это ученые доказали. Почему они говорят противоположные вещи? Это душ кретина. Харе Кришна. Спасибо большое. Читань Чанчан Прабу. Его милость, Читань Чанчан Прабу. Сейчас далее у нас по программе. Я несколько объявлений хочу озвучить, пока у нас готовимся к следующему блоку. программы. Сегодня на просад пожертвовала супруга Нантарама Прабу. Она пишет, что вчера было 9 месяцев со дня его ухода. Просьба, она просит помолиться за него. Давайте три раза повторим махамантру за Нантарама Прабу. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо, дорогие предны, за ваши молитвы. Дали еще одно объявление. 27 января здесь, во Вриндаун-парке, будет Киртен Мэла. Пять часов погружения, Святое Имя. Оно начнется в 3 часа дня, закончится в 8 часов вечера. Киртене Буду и его милость Чайтанья Чандра-Чарам-Прабху, ее милость Гаурачанрика-Матаджи, его милость Бимал-Кришна-Прабху, ее милость Сурья-Нандини-Матаджи, его милость Махадат-Кишая-Прабху, ее милость Анапайани-Матаджи, его милость Стока-Кришна-Прабху, ее милость Манджари-Рупи-Матаджи. Так что, дорогие преданные, приезжайте 27 января, запланируйте, пожалуйста, в своем графике это мероприятие. Так что Сан-Киртен Ягия, для нас это очень важно, повторять совместно Святые Имена Господа. Спасибо. Далее у нас теперь... По программе дали у нас теперь отчет по марафону Шоу-Прабху, видеоролики будут от разных преданных, групп преданных. Также награждать будем преданных, которые выходили на Сан-Киртну, на их места, также преданных, которые кормили Сан-Киртну, также преданных, которые спонсировали книгами, просадом и так далее. Харе Кришна. Продолжение следует... 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 Дорогие преданы, сейчас Лолита Говинда Прабу будет озвучивать результаты марафона, декабрьского марафона 23-го года, места преданных, которые распространяли книги. Харе Кришна, дорогие преданы, так, закончился у нас год, как обычно, и марафон завершающий наш. И вот сейчас мы хотим показать результаты. Значит... Значит...